В просторном концертном зале областного общественно-культурного центра свободных мест практически нет. С каждой минутой он все быстрее наполняется людьми. Большинство гостей праздника – школьники и педагоги. Люди, для которых день славянской письменности не просто дата, а день особенный. Я думаю, когда они читают стихи, классику, то ли русскую, то ли белорусскую, они постигают что-то особенное, не только в звучании белорусской или русской речи, но еще в том, что поэты вкладывают в эти замечательные строки. Я думаю, это праздник хороший, нужный, и пускай он проводится каждый год. Значимый для всех славянских народов праздник – это не только история в прошедшем времени, это наше настоящее и будущее в этот день. Мы не только с особым чувством вспоминаем основоположников славянской письменности, великих просветителей Кирилла и Мефодия, но и говорим слова благодарности тем, чья миссия – воспитывать чувство любви к родному языку с самых малых лет. Педагоги, они сумели привить эту любовь у детей к русскому языку, к истории нашей, к духовности, и благодаря их труду мы сегодня сможем увидеть то, что мы с вами увидим в зале. Символично, что день славянской письменности и культуры отмечается в конце мая, когда заканчивается учебный год и не за горами каникулы. Быть может, это своеобразное напоминание о том, что летом нужно уметь не только отдыхать, но и не забывать про чтение книг, просвещаться. Ведь столько просвещенный человек может стать достойным гражданином своей страны. В этом убежден генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин. В Бресте молодежь продолжает и расширяет те традиции, которые были заложены двумя этими великими святителями, Кириллом и Мефодием. И действительно, сегодня в этот светлый праздник, проводящийся мероприятие, оно отражает не только настроение жителей города Бреста, но и, как мне кажется, общее наше стремление двух стран – жить в мире, в дружбе и всегда быть вместе. Программа торжества включала церемонию награждения учащихся и педагогов, были подведены итоги конкурса художественного чтения детских театральных коллективов, танцевальные номера, вокальные и инструментальные композиции. И, конечно же, главное – выступления ребят, которые любят читать, которые выбрали гуманитарный профиль, которые, несмотря на юный возраст, знают о магии слова. Все и даже больше. В Бресте, где все разговаривают фактически только на русском языке, но неважно, на каком языке ты разговариваешь, ведь с помощью языка мы выражаем свои мысли, с помощью него мы читаем книги, мы выражаем свои эмоции, будь они положительные или негативные, мы признаемся в любви с помощью языка, мы все делаем с помощью языка.